Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас ждет трэш, безумие и постапокалипсис! Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика, Книга 2. Озвучено Проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Глава тридцать пятая. Ледяной водопад сокрушающей волной вернул в реальность. Что? Зачем? Я барахтался, как окунь на крючке. Мои сильные руки привязаны к потолочной балке какого-то сарая, а ноги едва касаются пола. Расплывающаяся картинка сфокусировалась, но это совершенно не обрадовало, потому что прямо в лицо прилетел мясистый кулак. Я вновь провалился в беспамятство. И так же, как в первый раз хлестанула по нервам обжигающая холодная вода, выдергивая из безмятежного ничего. «Суки! Заебали! Где я вообще? Деревня! Нас взяли в плен! Меня и Вована! А потом вроде мы хотели сбежать!» Из памяти неохотно вынырнул кадр, как я бегу, петляя между бревенчатых строений. В руке двустволка, впереди широченная спина десантника. «Следующий кадр. Мы отстреливаемся в какой-то избе. Дальше провал!» Приподняв голову, увидел мощного, рыжебородого верзилу с выпученными, как у рака, глазами. Он расплылся в улыбке, заметив, что я очнулся, и поставил ведро. Детина приблизился все с той же загадочной улыбкой, разглядывая меня, словно забавное насекомое. Размял мощные кулаки. «Этте затихано!» Серия ударов по корпусу. «Бля! Опять мне досталось за фокусы Вована! Кстати, где он?» Я хотел возразить, что ни в чем не виноват, но воздух выбило из легких, отлично поставленными ударами. «Этт загриню!» Прямой в глаз вырубил, безотказно, как выключатель. «Блядь! Почему я не родился пингвином? Только этим забавным пиздюкам кайфово в ледяной воде, но только не мне! Хватит на сегодня закаливающих процедур, так ведь можно и простыть!» Ангина или насморк способны доставить хлопоты в мирное время, что уж говорить о постапокалипсисе. «Ты, наверное, думаешь, что на сегодня достаточно?» заговорил рыжий любитель бокса. «Нет, мой дорогой, это чтоб ты знал, мы только разминаемся!» «Воин, сраный!» Я сплюнул кровавую слюну. «Да ты просто ссыкло!» «Чего?» Он схватил меня за волосы. «Ништяк! Повелся!» Реакция, инстинкты таких здоровых, но туповатых быков очень легко просчитываются. «Засышь один на один!» Насмешливым тоном спросил я. «Или только с безоружными, такой смелый, а? Чего заморгал мудила?» «Вот так, значит, да!» Он покачал головой и неожиданно боднул лбом. Но так как рыжая борода выше ростом, то и удар пришелся сверху вниз. Мы столкнулись лбами. «У меня аж в башке зазвенело, а этот урод отпустил мою шевелюру, заморгал, зашатался. Ну давай, падай уже в нокаут!» Также шатаясь, он попер на меня, как танк. «Похоже, не сработал твой хитрый план, Санек!» «Да, руки связаны, но деревня забыл про мои мощные крепкие ноги!» Резко потянувшись, пнул двумя ногами в грудак. Рыжебородый отлетел, забавно перебирая в воздухе руками. Это не только не лишило его осторожности, скорее наоборот. Если вначале я имел дело просто со злобным и опасным мудаком, теперь на меня летит просто необузданная стена бешеной ярости. Хопа!» Я напряг мышцы пресса, забрасывая ноги, и весь свой неустрашимый организм на балку. Верзила не смог побороть законы инерции и с грохотом влепился в дощатую стену. Мои тяжелые тактические ботинки обрушились на голову противника. Он повернулся, взглянул на меня недобрым взглядом и что-то выплюнул. По грязным доскам задорно подпрыгивая, проскакал и скрылся в щели выбитый зуб. Лучший момент для атаки нельзя было и придумать. Ван Дамм сделал бы свою коронную вертушку, но связанные руки не позволили этот трюк, поэтому просто впечатал торец подошвы в рыжую челюсть. Злобного мудака снесло в угол этого хлева и похоронило за пустыми коробками и обломками досок. Раздался топот, помещение наполнилось людьми. Крики и щелчки ружей убедительно дали понять, что я больше не хозяин ринга. Последними вошли председатели деревяшка. «Глядите, дядя, он убил Афанасия!» Тут же заголосил мерзкий подручный. «Я ж горел вам надыть распотрошить балмерзавцев!» «Заткни, Хайло, племянничек! Сколько раз говорил на людях называть меня по имени отчество!» Поморщился глава поселка, оправляя полы бобровой шубы. «Ты не доглядел! Я разве велел отправлять пленников на работы?» «Твоя оплошность стоила жизни нашим людям!» «Тихона, Григория и Афанасия!» «Да живой я, живой!» Из-под обломков выбрался рыжебородый. На разбухающей рожей красовался след моего ботинка. «Ша ноги пообрываю этому же кичану!» «Дать ничего не тестрое, ребята!» Председатель поднял ладонь, призывая к тишине. «Теперь, я вижу, мы не прогадаем, если продадим этих бойких лиходеев америкашкам!» «Они хорошо себя покажут на арене!» «Можно за них выручить!» Он быстро прикинул в уме «Не только цистерну мазута, а четыре, а то и пять ящиков патронов и пару кило заморского табака!» Люди вокруг одобрительно загудели, а я вздохнул с облегчением. Главарь этой кодлы сказал «Они», а значит, Вован тоже живой. «Отнести их в третий амбар, посадить на цепь и не трогать!» «Я-то полагал, только за зверем-десантником нужен глаз да глаз. Но и парамон-выживальщик тоже не промах, даже со связанными руками. Ишь, как зыркает, словно волчара дикий!» Афанасий понуро опустил голову. «Есть и гниг, Карлыч, у нас, как всегда, правы!» Заискивающий вставил деревяшка, злобно глядя на меня. «Только мниться мне, не очень-то для арены гудятся разбойнички наши!» Седые брови председателя сошлись на переносице. «Это еще почему?» «А потому!» Торжествующе возопил хмырь. «Что привыкшие они действовать обманом, хитростью да вероловством проклятым! Нападают из-под тишка, когда знают, что за это ничего им не сделается! Вон, Афанасия тоже коварством по диоду лел! Хоть он и силен, как бык, но так же туп, а найвин, как углан пятилетний!» «Чего?» Промычал Верзила, поднимая голову. «Я говорю, что надо, ну, перед продажей то вар, то проверить, да как следует! Америкашкам не понравится, ежели за место бойцов привезем, не пойми кого! А может, они терроризмом каким заниматься начнут, а не драться добрым людям на потеху! Подумашь, Марат посоветовал! Он пришлый, че хошно советовать могит! Какой с него спрос? Как пришел, так и ушел! А нам тут отжить, верно, люди?» Бородачи одобрительно кивали, председатель задумался. А я гадал, отсохнут ли мои руки до того, как деревенские что-то решат. «Ну и что ты предлагаешь?» Произнес, наконец, Евстигней Карлович. «Что значит проверить?» «Устроим бой, ВДВшник против выживальщика!» «Соображаешь ведь иногда, молодец, деревяшка! Так и поступим!» «Если покажет себя славно, отправим в Кандалакшу!» «А если нет, то скормим собакам и свиньям!» «Верно, подготовь тогда все как следует, племянничек!» Повеселел председатель. «Завтра утром народу зрелище устроим!» «Не все же этим городским развлекаться там у себя!» «Я занимался физическими упражнениями, чтобы не околеть!» «Немного мешала цепь, ну да ладно!» «Зато одежда почти высохла!» «А лучшее средство от дубака и грустных мыслей – это занять работой свою мускулатуру!» «Меня опять поместили в уже знакомую клетушку!» «Разно валяться на нарах – не мое!» «К тому же, в связи с предстоящими событиями, организм должен быть в тонусе!» «Несмотря на холод, от меня валил пар!» «Я выполнял отжимания третий подход по сто, когда неожиданно раздалось бряться не цепей и засовов и знакомый мат!» «Еванный насос! Опять в этом гадюшнике кантоваться на!» «Я улыбнулся! Ништяк!» «Вот и десантуру привели!» «Походу он в полном порядке!» «Моя злость на его самоуправство давно ушла!» «В конце концов, все складывается удачно!» «И скоро нас ждет освобождение!» «Насчет показательного боя тоже не переживал!» «Думаю, мы с Вованом покажем этим колхозникам настоящий охуительный рестлинг!» Глава 36 Ощутив сквозь сон чужое присутствие, я подскочил на лежанке, готовый крушить, убивать и ломать кости! Тяжелая цепь с грохотом дернула обратно!» «Все равно я принял боевую стойку, потому что в сновидении как раз отрабатывал предстоящий бой с Вованом!» «Но как ни напрягал свои зоркие глаза, темнота скрывала незнакомца, я видел только черную тень в углу камеры!» «Санек, тише, это я Марат!» «Так бы сразу и сказал!» «Проворчал я полушепотом!» «Похоже, сейчас глубокая ночь, и с соседником на тенке доносится богатырский храп десантника, да и собаки полаивают снаружи!» «И здесь, Санек, я еще по Таиланду помню, что ты иерейский парень, но, блядь, нахера вы творите такую дичь? Мы ж не договаривались так действовать!» «При чем тут я? Это все Вован!» «Ты что, не объяснил ему?» «Объяснил, да толку! Он ни черта не понимает! У него в башке война никак не закончится!» Марат подошел и присел на корточки, угостив меня сигаретой. «Блин, неспроста он явился, шепнула мне чуйка!» «В общем, так», — сказал Татарин, — «план меняется!» «В смысле, почему?» «Председатель связывался по рации с Кандалакшей, пиндос сами приедут сюда, приедет большой конвой!» «Из-за нас?» — опешил я. «Если б...» — усмехнулся Марат. «Стандартный торговый рейд, опять всю жрачку выгребут суки, председатель получит свои барыши, а нам снова впрогалось жить!» «Блин, хреново, конечно!» «Я крепко затянулся горьким дымом!» «И чё предлагаешь?» «А мир прибудет через пять дней!» «Естественно, председатель отменил поездку в город, но шансов дожить до этого у вас, прямо скажу, немного!» «Деревяшкин говно исходит!» «Всё нашептывает Карловичу, как вас лучше прикончить!» «А завтрашний бой...» «Из-за этого я здесь! Мне точно известно, что пейндос покупает лишь у одного из вас! Поэтому в этом бою один вас умрёт! И, скорее всего, это будешь ты! Извини, но завован больше дают!» «Да иди ты! Мы не будем биться друг с другом насмерть!» Марат печально покачал головой и затушил окурок. «Они всё подстроят так, что у вас не будет выбора. Вы будете драться, пока один не свалится замертво. Для боя сейчас сооружать специальная клетка, но не бойся, я тебе помогу. В решающий момент боя Альбинка устроит пожар, а я постараюсь добраться до председателя. Держи!» Он протянул мне короткий нож. «Опасная затея!» Хмыкнул я, убирая клинок под пальто. «Продержись, пока не увидишь дым. Когда начнётся, ломайте клетку со стороны председателя. Я уж поотпилил в нужных местах ограждений. Замочите как можно больше его людей!» «А как же твои люди? Помогут?» «Боясь, а!» – сплюнул Марат. «Но точно поддерживают, как только начнёт заваруха!» «Опасная затея!» – повторил я. «Я рискую не меньше вашего, но больше такого шанса не будет!» «Хорошо!» Мы пожали руки. Договорились. «Тогда спи, набирай сил!» «Скоро пришлю, Альбинка! Принесёт пожрать!» «Ништяк!» – улыбнулся я. Когда за татарином закрылась дверь, я растянулся на лавке и постарался обдумать ситуацию. Моё чутьё параноика кричало, что весь этот план просто дерьмо. Бросаться с ножом на этих вооружённых ублюдков? «А Вован вообще будет с голыми руками!» «Но что ещё остаётся?» «Будем надеяться, что Марат всё предусмотрел. Главное в самом деле, чтобы десантура не прикончил меня сгоряча. Так незаметно прокручивая разные варианты событий, я погрузился в сон. Не знаю, сколько прошло времени, но разбудили меня странные прикосновения. Очень приятные. Чья-то нежная ручка поглаживала через штаны мой напрягшийся Йонг. Я застыл, не показывая виду, медленно открыл глаза. Даже в темноте я узнал её лицо. «Альбина? Но какого хрена? Или это мне всё снится?» «Ты чё делаешь?» – прошептал я. «А что, не нравится?» – хихикнула она, принимая за молнию моих тактических штанов. «Мне кажется, это сейчас неуместно». Негрубо, но настойчиво я убрал её руки. «И вообще, у меня есть женщина». «Ну и придурок!» Она резко вскочила. «Умрёшь ты завтра и жену свою больше не увидишь!» «Ну это мы ещё посмотрим. Принесла поесть». «Жри!» Она швырнула на пол пакет и выбежала вон, скрипнул засов. «Ну пиздец!» Я покачал головой. «Зачем Марат хочет на ней жениться? Это ж реально шалава!» «Надо будет ему сказать потом». «А что, если...» «Я замер, нагнувшись за пакетом?» «А что, если это дружеский жест?» «Ну, некоторые народности предлагают же гостю свою жену на ночь. Может, и у татар так принято?» «Хрен знает, конечно. Странно это всё. И очень подозрительно. Хорошо, что всё-таки не повёлся на этот разврат. Этот инцидент испортил и без того паршивое настроение. Даже аппетит пропал. Я отложил в сторону пакет с продуктами. «Нахрен! Лучше поспать!» «Процесс пищеварения, к тому же, замедляет скорость реакции и подвижность. А мне всё это завтра, ох, как пригодится!» Я вытянулся на лежанке и закрыл глаза, стараясь прогнать ненужные мысли. Скрипнула дверь в соседней камере. «Чё за гуйня, ёпта?» Сонно промычал Вован. И женский весёлый шепоток в ответ. «Вот сучка!» «Ну, поди сюда, красавица!» Услышал я. Началась возня. Зазвякали кандалы десантуры. Заскрипели нары. Послышалось тяжёлое дыхание. «Ну, еб твою мать, Вова! Никогда ты своё не упустишь!» Я натянул на голову пальто и вскоре заснул под ритмичные хлюпающие звуки. Утро встретило лютым холодом и звуками проснувшейся деревни. Суетятся гады готовиться к празднику. Нужно и мне подготовиться. Я поднялся, разминая задубевшие конечности. Сделаем зарядку. Нужно разогнать кровь перед боем. «Даров, ёпта!» Раздался бодрый голос Вавана. «Заебись проснулся, а ты ж будить хотел!» Я поглядел на его довольное лицо в окошке. Он уплетал рыбу с картошкой. Не стал его, конечно, упрекать за ночное происшествие, хоть и было немного неловко за Марата. В конце концов, какое мне дело до чужой личной жизни? Путь хоть все деревни тут перетрахаются. А мне уже как-то привычней с Ленкой. Эх, поскорей бы вернуться в схрон. Я быстро посвятил десантуру в новый план. Не знаю почему, но про нож я так и не сказал. К моему спокойствию, Ваван не возражал и не вносил своих корректив. Только бы он на деле следовал плану. Что бы ни получилось, как обычно. Затем я все же завершил физические упражнения и собрался перекусить, но в этот момент загремели засовы. Камеры наполнились бородатыми людьми. Что ж, походу пора. Меня вели через гудящую толпу. Где Ваван? Его не было видно. Огромный амбар освещают многочисленные факелы. Пожара опасно, усмехнулся я про себя. Несмотря на размеры помещения, здесь мерзкая духота. А еще вон немытых тел, квашеной капусты и ядреный перегар. Да, праздник в самом разгаре. В центре огромная клетка, примерно 10 на 10 метров. Перед тем, как меня закинули внутрь, кузнец расклепал ошейник и снял кандалы. Забрали пальто и кофту с футболкой. Хорошо не забрали нож, который я предусмотрительно спрятал в тактический карман на правом бедре. С противоположной стороны то же самое проделали с Ваваном, но его охраняло в два раза больше народу. Дверца за спиной захлопнулась. Рев возбужденного Люда стоял неимоверный. Я незаметно подмигнул десантуре, но, заглянув в его глаза, чуть не вздрогнул. Они налиты кровью, как у переполненного яростью быка на кориде. А я и не знал, что у него такой актерский талант. Тоже сделал зверское лицо и поднял руки, приветствуя зрителей. Вы хотите шоу? Сейчас вы его получите! Толпа взревела от восторга. Ваван зарычал, демонстрируя покрытую шрамами чудовищную мускулатуру. Крики усилились на порядок. Да, походу все ставят на десантника. Протяжно зазвучал колокол. Повернув голову, я увидел большой помост, на котором выседает председатель в окружении верных бойцов. Марата не видать, но он, скорее всего, где-то неподалеку. Евстигней Карлович поднял ладонь, призывая к тишине. Деревяшка за его спиной еще раз ударил в колокол. Вопли начали стихать. «Односельчане!» – начал он. «Вы избрали меня председателем. Я всегда старался защитить вас и накормить. Ядерная война сделала нашу и без того тяжкую жизнь в сто раз суровее и страшнее. Но иногда нужно просто порадоваться, перевести дух и насладиться зрелищем, которое ваш председатель подготовил для вас. «Встречайте, выживальщик Парамон, грязный и коварный убийца против бешеного, дикого, как кабан, десантникова Вана, разбойника, убийцы и мародера. Этих бандитов мы поймали недавно в лесу, и теперь они будут драться на радость вам, добрые люди!» «Ура председателю, председатель голова!» – кричали люди. И в стигней Карлович взмахнул рукой. «Начинайте!» – пронзительно заверещал деревяшка и ударил в колокол. «Я сжал кулаки, принимая позу бойца. Сейчас мы с Вованом покажем бои без правил. Лениво помахаемся кеглями, пока не наступит нужный момент. Знаю, кто будет первым, кого отправлю на тот свет. Это кривляющаяся макака-деревяшка. Пока я размышлял, десантник, расставив ручище, медведем бросился в атаку. Если б я не знал, что все это понарошку, то обосрался бы от страха. Перекатом я бросился в сторону, уходя от захвата, скачил и едва увернулся от вертухи. Ботинок 46-го размера пролетел в сантиметрах от моего лица. Нифига себе, чуть челюсть не снес. Я отскочил и, сделав обманное движение, пробил двоечку в корпус. Но с таким же успехом можно колотить бетонную стену. Да я и не старался работать в полную силу. Это ж показуха. В этот момент меня снесло мощным ударом, будто самосвал налетел. Я почувствовал, как отрывает от земли. В следующий миг деревянная обрешетка выбила дух. Я замотал головой, приходя в себя. В глазах бегали яркие пятна. Вой толпы слышался, как сквозь ватное одеяло. Что же ты, Вовчик, не можешь рассчитать силы? Пропущу еще пару таких подач и отправлюсь в нокдаун. Не успел додумать эту мысль. Десантура налетел, как сметающий все торнадо. Я закрылся в боксерской защите. Меня швыряло из угла в угол. Трещала деревянная решетка. Черт бы тебя побрал, Вован! Хотел закричать я. Но не мог набрать в легкие живительный кислород. Если он так херачит в полсилы, то что бывает с врагом в реальном бою? Тут он перехватил меня поперек туловища. Все закружилось. Я понял, что взмываю верх. В один миг я увидел сверху сотни рук и голов. А потом полетел вниз. Утоптанная земля на отмашь ударила в спину и в затылок. Сука! Странно. Почему я до сих пор в сознании? Попытался перевернуться. Неожиданно прилетевший ботинок остановил попытку. Десантура рычал, обходя клетку по кругу. Люди радостно скандировали. Убей! 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 Ну все, Вова. Извини, конечно, но ты меня достал. В полную силу, так в полную силу. Собрав кулак всю свою волю, я дождался момент, когда буйный десантник отвернется. И поднялся на ноги. Вскипевший адреналин прогнал муть в глазах и боль разбитого тела. Я запрыгнул на решетку, забрался чуть выше и оттолкнулся в могучем прыжке. Ноги попали точно в цель. Десантник с воплем опрокинулся в пыль. Слетел с короткостриженной башки потертый берет. Ярость помутила мой разум. Я прыгнул сверху, не давая этому зверю подняться. Мои скоростные кулаки молотили в голову по ребрам. Да, будешь знать, как отрабатывать на друге свои десантные приемчики. Но я рано обрадовался. Гора злости и мышц подо мной взорвалась, как ел астонский супервулкан. Извернувшись, Вован сомкнул на мне стальные руки, медленно поднялся. Я ничего не мог поделать, оказавшись в смертельном захвате. Где же этот татарин? Че он вошкается? Десантура с ревом закружился и резко отпустил. Моя тушка вылетела, как из прощей, впечатываясь в многострадальную решетку. Но в последний миг перед ударом я чудом успел сгруппироваться. Жерсть с треском сломалась. Не теряя ни секунды, я схватил дрын и с разворота ушатал в череп набегающего десантника. Палка толщиной сантиметров десять сломалась второй раз. Безумные глаза Вована приобрели осмысленное выражение. «Яб-то, Санек, ты че?» Произнес сон и рухнул на земь. Я огляделся тяжело дыша, неохотно возвращались звуки, свист и торжествующий рев толпы. «Ну же, Вован, поднимайся! Нужно продержаться до появления Марата!» «Люди!» – зычно возопил председатель. «Это был великолепный бой. Ховарный парамон победил жестокого десантника в честной схватке. Но не спешите расходиться. Ваш любимый председатель подготовил еще один сюрприз, так сказать, на закуску. «И пусть это станет изюминкой нашего чудесного мероприятия!» «Ведите!» Люди расступались, освобождая проход к нашей клетке. Мое сердце, кажется, остановилось, когда я увидел, кого ведут эти суровые бородачи. «Блядь, как же так?» «Я просто не мог поверить своим глазам!» Подгоняемый пинками и прикладами, спотыкаясь, приближался Марат. С ним больше не было его духовой трубки, одежда разорвана, лицо разбито в кровь. Кажется, что-то пошло не так. Глава тридцать седьмая Огромные ботинки десантуры шевельнулись и поползли, оставляя в пыли две неровные дорожки. Массивное тело тащили сразу четверо мужиков. Блин, Вован так и не пришел в себя. Неужто я так сильно его ушатал? От удара палкой по башке, об которую можно разбивать даже силикатный кирпичи, он вырубился? Что? Что-то здесь не так. Может, альбинка что-то подмешала ему жратву? Какое-то вещество, меняющее разум? Слава паранойи, я не стал это есть. Марата впихнули в клетку, но его, кажется, не волнует данное обстоятельство. Заплывшие глаза, не отрываясь, яростно глядят в сторону председателя. Я повернул голову и сразу понял причину его злости. Еще бы! Рядом с главой поселка стоит эта тварь, Альбина. В обнимку с деревяшкой она ржет и тычет пальцем в татарина. Представляю, каково сейчас ему. Зато я точно знаю, кого убью первым из чертовой своры. Евстегней Карлович поднялся с кресла и, погладив большой живот, заговорил. Смотрите, люди, смотрите внимательно. Мы приютили у себя этого пришлого чужака, а он задумал коварство. Паршивец хотел убить вашего дорогого председателя с помощью этого. Он поднял над головой резную трубку Марата. А потом украсть припасы и сжечь деревню. Толпа гневно вздохнула. Но наша милая Альвиночка сорвала планы этого мерзкого предателя. Продолжил председатель. Возрадуйтесь, люди. Сейчас мы увидим потрясающий бой. Оба этих мерзавца заслуживают смерти. Но сегодня умрет лишь один. Да свершится правосудие. Он резко сломал об колено духовое оружие и швырнул под ноги. Я даже не сразу осознал, что кто-то вложил мне увесистый клинок. Медленно поднял руку, разглядывая щербатое зазубринами мачете. Марат получил такую же хреновину. Мы посмотрели друг другу в глаза. Не знаю, что прочитал в моем взгляде Корифан, но я увидел только одно. Дикое желание выжить, несмотря ни на что. Печально, конечно. Ничего не имею против Марата, но его подвела собственная хитрожопость. Деревяшкой оторвался от тисканья Альбины и ударил в колокол, завопил. «Начинайте, подонки!» Мы начали постепенно по спирали сближаться. Татарин поигрывал клинком, совершенно по-дилетански, на мой взгляд. Я же, вспомнив фильм «Горец», держал свое ржавое мачете словно катану, постоянно меняя позицию, в зависимости от перемещения противника. Да, как и в том старом фильме, должен остаться только один. Пиздец, конечно, фехтовать этими дерьмовыми железками, без гарды, без какой-либо защиты. «Долго тут не покрутишься, все решается за пару ударов. Кто кого перехитрит». Я решил, что будет глупо пытаться парировать выпады, лучше держать дистанцию. Неожиданно Марат шаркнул ногой, швыряя пыль и песок мне в глаза. Подлый фокус! Но что-то подобное я ожидал, поэтому отпрыгнул на пару метров назад. Его клинок спорол пустоту. Татарин заорал, бросаясь в атаку. Видать, принял мой маневр за признак слабости. Тут спину уперлись перекладины, а Марат совершил самую глупую ошибку в своей жизни. Сделал резкий колющий выпад непредназначенным для этого орудием. Я вильнул корпусом, пропуская клинок и затем обратно, блокируя проваливающуюся между жердей руку. Татарин оскалился, глаза дико вытаращились на меня, двинул его в лицо кулаком. А когда он обмяк, отскочил, крутанулся и рубанул. Отсеченная рука, не выпустив оружие, упала по ту сторону ограждения. Зрители шарахнулись назад, уворачиваясь от фонтана крови. «Прости, Марат, но так уж вышло». Председатель довольно кивает, переговариваясь с приспешниками. Я ухватил Татарина за ворот рваной рубахи. Он уже ничего не соображает, орет, зажимая хлещущую изобрубку кровь. Пора это заканчивать. Я толкнул его так, чтобы голова оказалась по ту сторону решетки прямо перед Евстигнеем Карловичем, подручными Альбиной. Она смотрела, не отрываясь, прикусив губу. Мачете со свистом рассекло воздух, а безглавленное тело свалилось к ногам. Зрители взвыли в восторге. Голова, подпрыгивая, катилась к помосту, а девушка, запрокинув голову, истерично хохотала. Устала, отвернувшись, я бросил на песок окровавленный тесак. Вода яростно шипела на раскаленных камнях, ядреное обжигающее облако наполняло парилку. Председатель, еле различимый в тумане, зачерпнув копшом из бодейки, поддал еще. Мои уши начали скручиваться в трубочки. Довольно крякнув, старый хмырь уселся рядом со мной на полок. Баня-то, конечно, зашибись, но вот компания... В своей камере я пробыл недолго. После духоты и вони амбара, после танцев со смертью на пыльном песке, стужа в кутузке, казалась блаженством. Минут через пятнадцать соседнюю комнату втащили в ована. Застучали молотки, приковывая к стене могучего десантника, который все еще валялся во трубоне. Через окошко я видел огромный шишак, выросший у него на лбу. «Отдыхай, десантура!» Меня так и не сковали проклятыми цепями. Через минуту я узнал, почему. Двери распахнулись. Афанасий, детина с рыжей бородой, наставив ружье, мотнул башней. Идем, мол. «Ну что, Парамон, думаешь, поди, чем прикончить старика?» Спросил Карлович, обмахиваясь березовым веником. «Нет», — честно ответил я. «Суицидальных наклонностей не имею. Смысл дергаться, если в просторном предбаннике целый взвод вооруженных бородачей». «Откуда знаком с татарином?» «В Таиланде. Бухали вместе». «Сходится. Хе. Где служил?» «Да нигде. Рукопашкой свое время занимался». «Ну-ну». Председатель, судя по виду, ни на йоту не поверил в мою самостоятельную подготовку. «Скажи, еще писарем в штабе отсиживался. Деревяшка, между прочим, крупно проигрался. Он ставил на десантника». «Я только фыркнул. Хоть чем-то не повезло уродцу». «Нам нужны такие люди, как ты». Он повернул ко мне морщинистое потное лицо. «У нас нет деревни настоящих воинов». «А эти?» Я кивнул на дверь. «Тьфу! Эти только самогон умеют хлестать, да девок портить на сеновалах. Лесорубы одни в основном. Ну, есть еще несколько охотников, но это не то. Сам понимаешь, какое время. Что же ты от меня хочешь, Евстигней, Карлович?» «Десантника, дружка твоего, скоро америкашки заберут. Можно было б, конечно, тоже его оставить. Приручили б постепенно. Да опасно. Больно уж буйный. А ты совсем не глупый парень, здравомыслящий. Избу тебе дадим отдельную, бабу подыщем». «Альбинку, что ли?» Мои кулаки рефлекторно сжались. «А ты на нее зря серчаешь. Она хоть и слаба напередок, но за родную деревню сей душой. Оксанку может жены выбрать. Кто у нас еще без мужика? Аньку, Светланку». Он принялся загибать толстые пальцы. «Что скажешь?» «А если откажусь?» «А чего тебе отказываться-то? В лесах да пещерах лучше, что ли? Здесь у нас человеческое общество. Порядок какой-никакой. Убивать тебя не убьем. Хотя кое-кто этого очень, прямо скажем, вожделеет. «Рабочие руки всегда нужны». «Откажешься?» «Будешь на цепи сидеть, а кипец бешеный, да объедки жрать. Так что подумай, подумай до утра, вышивальщик». Скрипнула дверь. В парную заглянула эта сучка Альбина. «О, вовремя явилась, дорогуша!» Закряхтел Евстигней Карлович, подмигнув мне. «Попарь-ка нас, да как следует!» Девка захихикала. Прошла, скидывая на ходу простыню. У меня перехватило дыхание. Длинные черные волосы облепили стройное тело с аппетитно торчащими дойками. Блеснул начисто выбритый лобок. Если бы не знал о ее предательстве, то, возможно, бы и не устоял от соблазна. Хотя нет, у меня же есть Лена. Мне надо подумать над предложением, Евстигней Карлович. Я поднялся. Альбинка бесстыдно пялилась на мое хозяйство. «Да только хрен тебе оно достанется, стерва!» «Ступай, ступай! Завтра ответа жду, Санек!» Я, взявшись за дверную ручку, резко обернулся. Председатель посмеивался, глядя на меня. Его пятерня жадно тискала упругие ягодицы Альбины. За время моего отсутствия кое-что изменилось в камере. Вован все так же храпел за стенкой. Но вместо пронизывающего холода меня встретило тепло и веселый гул горячих дров. Ништяк! Видимо, председатель велел своим архаровцам установить здесь печь буржуйку. На нарах стоял накрытый полотенцем поднос, рядышком пузатый самовар. Так же притащили матрас, подушку и одеяло. Усмехнувшись, я принялся за еду. Тушеная картошка с мясом в чугунке, каша, свежий хлеб и бутылочка первака отлично скрасили этот гребаный день. За тебя, Марат, дружище! Не держи на том свете зла на меня. А с этими козлами я еще разберусь. Председатель наивно полагает, что может купить меня этими спартанскими условиями. Сделаю пока вид, что принял его предложение. Главное подгадать момент и свалить. Клене в комфортный уют схрона. Глава 38 Бесшумно один за другим щелкнули замки. Раскидав снег с порога, я толкнул заиндивевшую дверь. Черную вьюгу ядерной зимы озарило мягкое свечение. Родной схрон. Пройдя внутрь, я снял капюшон и покрытую ледяным конденсатом ветрозащитную маску. В ноздри ударили головокружительный запах и домашний стрепни. Играет музыка с моей флешки. Я снял потертый рюкзак, повесил на крючок и сцарапанную, повидавшую виды сайгу и устало привалился к дверному косяку. Как же давно я не был дома. С кухни раздался звон разбившейся посуды. «Саша!» Раздался полной радости крик. Но Лена не выскочила, сломя голову, как раньше. Она шла осторожно, сияющим лицом, придерживая огромный живот. Вовремя успел. Не пропущу рождение сына. Обнялись. Даже сквозь куртку я ощутил обжигающие, горячие слезы радости на своем уже, не таком мускулистом плече. «Ну здравствуй, любимая!» Произнес я в горле ком. «Как ты изменился!» Она погладила мою отросшую за эти месяцы густую бороду. «Ты тоже!» Я положил ладонь с почерневшими от морозов пальцами на ее круглый животик. В ответ ощутил бодрое пихание. Это сын встречает отца. «Проходи скорей! Я накрою стол! Устроим праздник!» Потом я долго плескался в душе, отмывая свое изможденное тело. Горячая вода! Какое это счастье! Слава Ктулху, следов радиоактивного поражения нет, как я опасался. Выбравшись из душа, взялся за бритву и вздрогнул. Из отражения в зеркале на меня смотрел оживший мертвец. Серое, исхудавшее лицо с резко выступившими скулами, обильная седина. В глазах застыла пустота. Нет, не хочу вспоминать кошмары из пепеленых городов и ледяных пустошей. Лене тем более не расскажу обо всем, что довелось пережить в этих скитаниях. После сытного ужина мы лежали обнявшись. Я радовался ее спокойному дыханию и впервые за долгое время наслаждался чистотой постельного белья. До сих пор не могу поверить, что вернулся один из всех. Даже неубиваемый десантник остался там. Не избежал злой участи. Я глубоко вздохнул и постарался уснуть. Надеюсь, ужасы прошлого сегодня не проникнут в сновидение. Бамс! Неожиданный удар снаружи заставил вздрогнуть, выбравшись из объятий. Лена все так же безмятежно спит. Я взял с тумбочки револьвер. Проверив барабан, звел тугой курок. Братка, че не спишь на? Ваван? Револьвер в моей руке задрожал. Этого не может быть! Я же помню, как хоронил его! Как много часов крошил мерзлую землю! Санек, это я! Открывай нахуй, курить так вот, бля! Я потянулся к дверному замку, но едва коснулся его, руку будто ошпарило кипятком. Блядь! На ладони красные пятна ожогов. Что за хуй? О, бля! Проснулся, ебтой мать! Радостно лыбилась в окошке рожевого вана. Гляжу, сука, у тебя ништяками пахнет! Аж брюхи все свело, ебт! И печка разжился, ебать сраку! Че я, дурак, тебе поддался вчера, а? Ща бы тоже отдыхал, как генерал, на! Давай уже сигу! Вон, я вижу, у тебя есть! И точно, вчера я не заметил в потемках. На стопке дров в углу лежат несколько пачек примы. С каких складов местные раздобыли этот раритет? Давненько я не курил это вонючее дерьмо без фильтра, но для БП сойдет. Я поднялся с топчина и протянул Вовчику одну из пачек, закурили, сплевывая табачную шелуху. Короче, плохие новости, Вован, начал я. Уже смекнул, ебтая. Мощно затянувшись, кивнул десантник. Мы ж ебаться должны были, а раз мы здесь, значит, отаритой обосрался или наебать решил? Нет, Марат не виноват. Его подставили и вытрясли всю информацию о побеге. Да и хуй с ним, нашел кому доверять, бляха. Кто сдал-то, ебт? Это сучка Альбина. Десантура заулыбался, погремел цепями. Альбика клевая, тоже прешь ее. Да я бы придушил ее голыми руками. Хорош ты, братка, не кипятись. Все же заебато. Жрачка есть, крыша над башкой тоже. Даже баб можно пежить. Хуй тебе не нравится. Я, блядь, покумекал, короче. Лучше здесь остануся. Ебал я в рот эти пещеры сырые. Мне тоже самое председатель предлагает. Ну да хули. А че ты радуешься, Вован? Ты же в цепях. Забыл, как всю спину кнутом изрисовали. Да хуня это. Не видал ты, че чехи с нашими пленами вытворялись, сука. Здесь вообще санаторий на временные неудобства, еб. Ты, видимо, не в курсе. Печально ответил я. Председатель через несколько дней продает тебя пиндосом в Кандалакшу. Будешь драться для них на арене. Ты за меня не очкуй, братка. Напугал я жаголый сракой. Ебали мы пиндосов. Пох, подержимся, я. Лучше мне расскажи, как там, в городе. Челочке норм. Я в недоумении покачал головой и затушил чинарик. Может, еще Валера с Егорычем нас вытащат? Ебани, Саня. Очкастый хуй на такой не способен. Одет. Хуй он сделает одного. Это понятно. Но надежда умирает последней. Ты, главное, про схрон никому не рассказывай. Ебать мой хуй, Санек. Обижаешь в натуре. Десантура своих не сдает. Я молча кивнул. Мое четкое, расписанное наперед будущее заволокло туманом неизвестности. Этого Вану все пох. Живет одним днем, ему нечего терять. А я жить с этими одичалами не согласен. Удеру при первой же возможности. Не хочу тусоваться в этой банде. Вот если бы объявились регулярные войска и начали штурмовать Кандалакшу, я бы присоединился, не раздумывая. Через пару часов нас отправили на работы. Я решил не дергаться раньше времени. Не заковали в кандалы, и на том спасибо. Пусть председатель пока считает меня лояльным. Не буду обманывать его ожиданий. Слава богу, в этот раз не заставили убирать дерьмо свиней. Нас привели на заваленное бревнами подворье. Дали обычную двуручную, хоть и неплохо заточенную пилу. Такая работа доставляла мне радость. Хорошая тренировка для моих мускулов. Плюс монотонный труд позволял забыться, не думать о своем, фактически рабском положении. Мысли уносились далеко. Я думал о схроне, пересчитывал в уме свои запасы тушняка, патронов. Невольно просчитывал десятки различных вариантов спасения. Но все они были слишком фантастичны. Никто не вытащит отсюда. Остается только сжать в кулак свою волю выживальщика и мечтать о подходящем случае. Не знаю, сколько кубометров дров мы напилили, но херачили до самого вечера. Вован не унывал, развлекая армейскими байками. Периодически он троллил хмурых охранников и отпускал пошлые шуточки, проходящие мимо деревенским теткам. Те будто специально приходили на нас поглазеть. Типа по своим делам, хихикали, краснели, убегали прочь. За все эти труды нас ждала награда. Горячий котелок пшеничной каши с кусочками свинины. Да, все-таки жить тут можно, хотя меня этим не купишь. Вкусно, конечно, но разве сравнится с кулинарным талантом Лены? Председатель так и не вызвал к себе. Я прекрасно понимал, что за мной приглядывает особо внимательно. Скорее всего, это все проверка. Глупо ожидать, что мне сразу выдадут оружие и отправят на защиту рубежей или в рейд за ресурсами. Что ж, подождем, посмотрим. Нас конвоировали обратно в барак, когда со стороны внешних ворот послышались возбужденные возгласы. Одна из групп бородачей возвращается с вылазки, понял я. Они со смехом толкали перед собой связанного человека с мешком на голове. И что-то подсказывало, что поймали они комрадов ФСБшника. Черт! Конечно, теперь нам будет веселее в заточении, но очкарик полный лопух. Точно ведь проболтается о наших тайных бункерах и их местонахождении. Меня грубо впихнули в камеру, не дав разглядеть пленника подробней. За спиной захлопнулась дверь. За перегородкой справа выматерился вован, видать, тоже досталось прикладом. Тут заскрипела дверь в пустующую коморку слева. «Будь как дома, ублюдок!» Услышал я смех деревяшки. Последовали звуки ударов. Заглянув через окошко в соседнюю камеру, я увидел, как развязывают бедолагу и снимают мешок с его головы. С возвращением! Если вам понравилось наше путешествие в мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах!